Сейчас разрезаем одно недорожение. Это очень важно, потому что и людей на свете нет, а получается мифы, они не всегда правильные. Значит, что пишут? Это переписка. Бай Левицкого показал себя достойно, но это Бай Левицкого, кроме как от меня, ни от кого не может быть. Сейчас объясню почему. Все-таки это скорее абрикос Еловицкого. Видите, Еловицкий стал Левицкий, Еловицкий и Левицкий. Так народная молва меняет фамилию, создает слухи. Вот тут Алексеевы неправы совершенно. Тем более, в описании сорта Козьминым говорится, что он сильно похож на Бай. Бай, это самое, у него сейчас получилось две версии. Одну об этом чуть позже. Он тоже уже запутался, этот Бай. Так, то есть, Родина Приморья, к сбору нет. В принципе, он не должен вымокать, как европейская группа сортов. Так, если же Козькинки были от ВК, то есть, от меня, то они нахватались геном Манджурцев. И прочих плеваться, даже нормально на них. Как приятно, когда мои термины. А? Как приятно. Вот они, мои термины. Хе-хе-хе, здорово. Это не все. Интрига. Абрикос Еловицкого. Теперь получается, что человек, который решил, что слово Левицкий, это испорченное слово Еловицкий, дает, как это называется, кто-то из вас, то ли Алексей, то ли Александр, дает вот это описание. А может, еще кто-то другой. Так, ну, в общем, смотрите, что получается. Это очень важно. Знаете, почему? Потому что Бай Левицкий, это не просто сорт. Это выдающийся сорт, который не имеет себе равных на планете. Я вас интриговал? А почему, скажу ниже. Выдающийся, необыкновенный. Но интрига продолжается. Это моя любимая тема. Так вот, значит, Есиловицкий так. В пригороде Владивостока. Посеял семена европейских сортов, завезенных с Казахстанского края. Видите, куда замахнулся как. И маньчжурских культурных абрикосов. Полученный им сенец. Не сказано, из каких семян. Кстати, всегда, когда появляется новый сорт, никогда его специально не получишь. Это касается абрикосов. Никогда. Принцип один. Бери большее, сади большее. Бери большее, сади большее, и что-нибудь получится. Вот. Только не так грустно, когда там один из тысячи становится этим. Как мы с вами уже разбирали. Так. Теперь. Получился абрикос Еловицкого. Носит признаки европейских. Вот. Короче, перепылился. Теперь. Обратите внимание. Отдаю должное А и Булгакову. Так. По многим признакам сорт напоминает бай. Дело в чем. Возможно, прилился с бай. Значит, получилось так, что когда я пытался. Сейчас я самому главному подхожу. Угу. Потому что у меня свой бай. Вот. Не мой, но свой. Так вот. Это важнейший момент. Когда я пытался. У меня же еще есть переписка, которую никто не знает. А Валерий Костиневич, какой же это бай? Это Еловицкого. То есть не так. Название бай дал Еловицкий. А я-то еще раньше помню. Советскую литературу. Что в голове застряло? А. И. Булгаков. Б. А. И. И вот так и писали, что бай – это сорт Булгакова. Вот. А это сорт Еловицкого. А потом пришло время и бай Еловицкого. Ну, понятно, что они настолько там все поперепутывали, что теперь можно называть бай Еловицкого, а можно называть это самое. Булгаков мог бы называть его этим. Ну, в общем, понятно. Тем более, что перетрахались. Извините, мои любимые. В саду тоже самое. Все. Как это. Все понятно. Теперь смотрите. Плоды средней величины 25 грамм. Бай у Железова 30-40 грамм. Это при очень большом урожае бывает 40 грамм. На самом-то деле 50-60. Сейчас мы до него дойдем. В настоящее время сохранились единичные экземпляры Абрикоса и Лавицкого. Вот. Ну, если получается 25 грамм, то, ну, череднячок. Жигуленок. Теперь самое главное. Вывод. Абрикоса и Лавицкого, скорее всего, европейца не приморец. Ну, то, как. Теперь смотрите. Я написал. Прервалась связь времен. Смотрите сюда. Вот. Это Бородич. Я низко кланяюсь. Вот. Это Бородич. Это человек без рук. Это наш суперспециалист. Когда я делал этот снимок, я подчеркнусь специально. Вот, кстати. Видите? Вот он Бай. Любой. Кстати, очень на европейца похож. Очень. Вот. То есть, понятно. Кроме намешанного. Ростойкость? Да. Манджурс. Тут спору нет. Это поселок Майна. Я приехал, говорю. Мне срочно для статьи нужна фотография, чтобы весь в Абрикосах. А поздно, говорит. 60 ветер сняли, сад пустой. А кто снял? Перекупщики. Приехали, 60 ветер. И заплатили ему. Ну, ясно как. По дешевке. Я бегом в сад. Нашел. Говорю. Степаныч, давай сюда. Сделал фотографию. Почему? Это Бай. Так вот. Этот Бай был привезен. Еловицкого пока немножко забудем. Не забудем. Нельзя забывать таких людей. У нас свой есть. Еловицкий. Называется он Левицкий. Вот. Он первый. Это уже мы у него раздобыли. Он я. Он первый. Кто из Дальнего Востока привез. Так. Значит. Бай или не Бай мы не знали. Я печатаю статью. Печатает цветная газета. Вот. Примерно. Или эту фотографию. Или похожую фотографию. Вот. И эту статью. А там написано. Знаете что? Абрикос Левицкого. Почему? Потому что я не знаю. Ну, я-то немножко, так сказать, скромнее. Я написал клон Левицкого. То есть, сорт Дальнего Восточного. Это самое. Нет. Я написал сортообразец Левицкого. Ну, то есть, как бы, одно из фенотипов. Ладно. Попадает эта статья на глаза самому великому нашему абрикосоводу. Вот. В Абакане. Так. Значит. И появляется в свое время тоже разгромная статья. И там написано, что железо все это вред. Потому что это сорт БАЙ. Вот. А он же, сами понимаете, он же супер специалист. Вот. И тогда, что мне оставалось делать? Я уже прокуркорекал. Вот. И написал в следующей статье. Все, что вам сейчас рассказал и написал. Это сортообразец до скончания веков. А нас все меньше. Я становился уже законодателем. Как бы. Байтер Левицкий. Я написал. Простите меня. Вот. Иван Леонидович Байкалов. Но я вынужден был увековечить вторую фамилию. Бай. Это Булгаков. А вторая фамилия Левицкий. Потому что он не просто здесь вот взял, посадил. Он тысячи саженцев вырастил. Они пошли по округе. И именно не благодаря мне. Нет. Что вы. Еще несколько фамилий. Мы все как бы. Второй эшелон. Благодаря Левицкому это чудо стало. Абрикосовый рай обязан Левицкому. И без всяких переходных форм. Сразу вот такие абрикосы. Вы представляете? Сразу. Вот. Низкоклание спокойному Левицкому. А вот. Понимаете о чем речь? И. Все вот это вот. Постало на свое место. Вот. И теперь. И до скончания веков. Потому что я уже тысячи косточек продал. И сотни черенков продал. Абрикоса. Бай-Левицкий. Вспомните мои каталоги. Все. Высказался. Так что это. И Левицкий ему кланяюсь. И Левицкому кланяюсь. Вот. И Байкалову кланяюсь. Всем. Кто приложился. Кто приложился на руку. А Байкалову больше всех. Потому что кланяюсь. Потому что именно он. Определился. Это все же Бай. А теперь Бай Левицкий. Почему? Потому что. Он как бы приобрел. Не старое качество. А приобрел новое качество. Сохранил крупность. Невероятная морозостойка. Самошедший враг. После 40 градусов. Где-то такой абрикос видели. И. Наконец. Было. Это. Мне прислали ссылку. Там. ТВ24. Рассказывает. Это самое. Новости Крыма. Значит. На днях. Крыму случилась беда. Минус 8. Вот. Цвели абрикосы. Цвели персики. Цвели черешни. 4 тысячи гектар. 4 тысячи гектар. Коту под хвост. Представляете. Вот вам и Крым. И. Там была цифра. Я ее озвучиваю. Что абрикосы выдерживает. Цветы. Эти самые. Цветы. Абрикосы. Персики. 22 градуса. Не ниже. Вот вам Крым. А вот вам. Этот самый. Перед нашими глазами. Один из наших выдающихся садоводов. Бородич. Я уже рассказал про Левицкого. Вот. А наши выдерживают цветы. Кто бы спорил при минус 8 погибнут. Но чтобы они не выдержали зимой 22. Когда они у нас выдерживают 40. Вот так вот. Ну и еще какие-то обстоятельства при этом. Знаете. Когда рядом не замерзающий неси. Я никогда не скрываю. Ни плюсом. Ни минусом. И когда оттуда тянет туманом. Деревья покрываются инием. И я еще раз одно скажу. Мои наблюдения. Деревья. Которые считают замерзли. Они не замерзли. Они высохли. Вот. И места для обитания. Вот такие вот. Вот здесь вот должен быть абрикосовый рай. Вдоль Енисея. До Шушенска. Тысячи гектаров. Все в абрикосах. Никому нахрен не нужно. Вот это мы остановились. Вот. Я вам еще покажу потом. Еще сколько спилил деревьев Сергей. Только чтобы освободить место под это. Под следующие деревья. Это ужас какой-то. Но эта фотография свежая. Они еще в этом фотоаппарате.